Ночью враг снова обстреливал Одессу. Защитники сбили две российских крылатых ракеты, выпущенных из акватории Черного моря в направлении порта Южный. В городе до сих пор ликвидируют и последствия вчерашней атаки. Из-за ударов ракетами накануне там повреждены военный объект, кладбище и два жилых дома. В 16-этажном загорелись квартиры. Пожар там тушили более двух часов. Погибли восемь человек. Среди них и трехмесячная девочка. Пострадали еще 18 жителей. Ночью российские войска также обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Две ракеты разрушили производственное здание промышленного предприятия. Еще одна попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено восемь построек. Под завалами оказались три легковых авто и один грузовик. Накануне в регионе одна из ракет также прилетела на окраину села и оставила в земле воронку глубиной более четырех метров. Повреждена газовая труба. Не прекращаются и нападения на Харьков. Окупанты продолжают массированные обстрелы складских помещений и жилых районов города и области. Из-за вчерашних атак, по предварительным данным, семь человек ранены. Еще три погибли в Чугуевском и Дергачевском районах. Постраждала снова Салтовка, Пивничная Салтовка, Инища районы. Пострадали снова Салтовка, Северная Салтовка, другие районы. Наше подразделение ГСЧС и экстренная скорая медпомощь работают в усиленном режиме, эвакуируют раненых, ликвидируют последствия обстрелов и разрушений. В Сумской области вражеские войска атакуют приграничные Белопольскую, Новослободскую и Путивльскую общины с территорией России. Накануне в селе Атинское в результате артиллерийского обстрела в психоневрологическом интернате были выбиты все окна и двери. Повреждены территории. Двор этого учреждения. К счастью, все живы и здоровы. Никто из людей не пострадал. Также в селе Бояроли Жачи были обстрелены простые сельские дома, жилые районы. К сожалению, погибла корова. В Донецкой области враг продолжает сосредотачивать основные усилия на направлении Славянск-Краматорск и пытается развивать наступление на город Гуляйполе. Проводит активные штурмовые и поисковые действия, чтобы выявить слабые места в обороне. На Донецком и Таврийском направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны. В Мариуполе противник не прекращает обстрелы и блокировку украинских подразделений в районе Азовстали. Наносит удары, в частности, из самолетов дальней авиации. В городе из-за атак все больше разрушений. В Луганской области за минувшие сутки было 12 обстрелов. Из-за вчерашней артиллерийской атаки Нагорское и Золотое 6 человек погибли. Еще два тяжело ранены. Также враг активизировал наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Там идут тяжелые бои. Под завалами в Попасной обнаружили двух женщин. Спасти их не удалось. Разрушено по меньшей мере семь жилых домов и отделение полиции. Кроме того, были попадания в дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске и Рубежном. Наталья Волошина. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.